Доброе утро, Севастополь! Поздравляем вас с пятницей! В студии телеканала СТВ Сергей Зацепин и Катя Суздалева. И сегодня у нас не просто пятница, а последняя пятница июля. Поэтому предлагаю встречать ее с отличным настроением. Тем более впереди нас ждут важные гости, а также розыгрыш билетов в театр, а еще сюжеты корреспондентов нашего телеканала. Смотрим! Поздравляю всех моряков военно-морского флота города Севастополя с наступающим праздником. Здоровья, счастья и чтобы дома всегда кто-то ждал. Победы! Он был назначен командующим Черноморским флотом и был удостоен огромного количества наград. На флоте за его открытость, справедливость и доступность его называли народным адмиралом. Сегодня мы поговорим о Серафиме Евгеньевиче Чурсине, который жил в нашем городе. Будучи командующим флотом, он являлся инициатором строительства нашего бассейна, корпусов в госпитале, корпусов в санатории Черноморского флота. И очень много внимания уделял развитию спорта и футбола. Сегодня будем готовить мое любимое блюдо – донер с говядиной. Мы жарим нашу говядину прекрасную. Мы его еще сейчас подогреем на сковородочке после мяса. Приготовив донер дома хотя бы раз, вы поймете, что вкусное и сытное блюдо можно получить из простейшего набора ингредиентов всего лишь за 20 минут. Пошаговую инструкцию по приготовлению донера с говядиной расскажут и покажут наши друзья – команда Супертяж. А еще раскроют секрет, что такое кафе нового формата Супертяж. Подробности в новом выпуске рубрики «Что для вас приготовить». Всем привет! Меня зовут Сергей. Я один из основателей компании Супертяж. Я Макс Рудов. Я являюсь управляющим нового формата кафе – Супертяж. Супер! Максим, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить мое любимое блюдо – донер с говядиной. Вот это да! А для этого нам понадобится… Для приготовления этого блюда нам понадобится белый соус, лепешка для донера, листья салата, соленый огурец, ялтинский лук, соус барбекю, люля с говядиной и любимые специи по вкусу. Итак, мы начинаем. Но вначале я скажу, как называется программа, ведь я этого не сказал. Что для вас приготовить? Максим, с чего мы начнем? Ты займешься овощами? Да, я почищу, наверное, лучок ялтинский и огурцы соленые. Я подготовлю донер, замешаю белый соус и пожарю нашу прекрасную говядину. Ну что, начинаем? Хоть программа у нас и называется «Что для вас приготовить?», но в основном мы тут разговариваем про людей, про команду. Так вот, расскажи, пожалуйста, дорогой, маленький спойлер, да? Да, это первое место, где мы использовали новый логотип «Супертяж-кафе», это на твоей груди. Да, да, я такой гоняю, тестирую футболочку, да, с новым логотипом. Все спрашивают, а где вы работаете, мы не понимаем, что это за логотип. Вот, расскажи, пожалуйста, что такое «Супертяж-кафе»? «Супертяж-кафе» — это новый формат, который тестирует компания «Супертяж» на рынке. Это формат семейного кафе, да, это история про то, что «Супертяж» — это молодежный формат. Все ребята молодые, классные, вырастают рано или поздно, появляются дети, и тут вопрос, куда же им идти? Соответственно, логично появился новый формат «Супертяж-кафе», кафе семейного типа с возможностью проводить время с семьей, с детьми, с детской комнатой у нас под расширенной. Детский уголочек. Детский уголочек. Он больше, чем уголочек? Он больше, чем уголочек, согласен. Поэтому, можно сказать, почти игровая. Да, кстати, к нам скоро приедет, будем тестировать игровой планшет, это я заказал. А, да, класс. Да, интересно тоже, это первое место, где мы будем использовать. У нас будет технологичная детская комната с планшетом. Задача на проработке будет посидеть, поедать в планшете. А, я могу позвать своего двухлетнего сына, Дамира, и он отлично с этим справится. Да, знаешь, каждый человек ведет свою работу, да, каждый. Отличный фокус-групп. Расскажи, какие будут отличия там по меню, да, чем это будет отличаться от обычного, привычного нам «Супертяжа». Ну, «Супертяж» – это классики шауарма и кофе. Да. «Супертяж-кафе» – это история про пиццу, суши, вообще новая линейка бургеров, которую, в принципе, еще никто не пробовал, кроме нас. И как тебе? Класс. Класс? Да, мне нравится, я думаю, всем понравится. Также отличительной особенностью «Супертяжа-кафе» будет мягкое мороженое, которое у меня в «Супертяжа», расширенная посадка, немного другие цвета в интерьере, потому что мы зелено-белые. Мы изменили, да, это будет, ну, в принципе, как у тебя на груди. У тебя вот один логотип на фартыке «Супертяж» – «Шормай кофе», да, с желатым цветом. А сверху – «Супертяж-кафе», он будет зеленый. Да, у нас там вплоть до того, что другая посадка, мы сделали столы побольше, лавочки побольше, для того, чтобы там было еще комфортнее сидеть в более продолжительное время, да? Да, да. Кстати, еще мы недавно проработали туда том-ям, там будет у нас, рамы, то есть горячая кухня, воки, салаты, несколько салатов базовых, греческий, ну, овощной, салат «Цезарь», вкусный салат с баклажанами, очень крутой в азиатском вкусе. Ну, по-назия, получается, да? Да, да, да. Так, будет немножко шумно, но мы жарим нашу говядину прекрасную. История, почему вообще родилась идея «Супертяж-кафе»? Мы зимой ездили с Женей в северо-восточные регионы нашей прекрасной большой страны, были в Красноярске, в Новосибирске, и там увидели такой формат, где вместе с шаурмой, да? С нашим продуктом шума, есть пицца, роллы. Ну, то есть совмещенный формат, и совместили то, что в нашем разумении казалось несовместимым, да? Сто процентов. И оно работает. И оно работает, да. Мы увидели это, потрогали, попробовали и поняли, что мы тоже готовы к такому интересному опыту. И вот оно, открытие, скоро, на днях. Я не знаю, когда выйдет наш выпуск, но мы действительно скоро уже откроемся и будем делать красоту. А еще у «Супертяж-кафе» есть доставка. И доставка не просто доставка, она локальная, в нейтровой зоне. То есть, условно, первый «Супертяж» будет находиться на Шевченко, и доставлять мы будем, ну, так если условно, круг километр прорисовать, наверное, до Мусона Забукленчука и до Парка Победы, а дальше кататься не будем. Да, да, мы будем... А исходя из этого, соответственно, таких заведений будет не одно в городе. Тебе терпение, удача. Да, да, да. Итак, судя по количеству дыма, у нас все готово. Да, все хорошо получилось. Сейчас сделаем волшебный хлопок и подготовим наш стол к сборке прекрасного донера. Мы его еще сейчас подогреем на сковородочке после мяса немного и начнем собирать. Итак, хлопок. Волшебный хлопок. И мы готовы к сбору прекрасного донера, твоего любимого донера. Супер, да. Класс. Макс, с твоего разрешения я начну собирать, а тебе задам вопрос. Ну, давай. На самом деле, мы же тут за правду. И в перерыве ты рассказал, как нам попало в компанию. И мы такие, а давай ты сейчас еще на камеру расскажешь. Как я попал в супертяж? Хоп, сейчас другая история. Да? Новая. Не, на самом деле, я много лет занимался всевозможными запусками, стартапами, да, конфликтировал различные компании, в том числе и рестораны и бизнес. И много было командировок. Потом в моей жизни у меня родился сын двухлетний. И, как бы, ценности, система приоритетов изменилась. И хочется, как бы, быть больше времени с сыном, с ребенком. Соответственно, ты никуда не ездишь. Меньше контрактов, меньше работы. У тебя возникает вопрос, а что же сделать, как найти решение, какое найти решение, чтобы все-таки было, там, возможность общения с ребенком, да. То есть, вот это все совпало, как пазлы, и настроилось. Про дорогу в троллейбусах и все остальное рассказывать не буду, мелочь в кармане. Поехал прогуляться в Царскую пристань. Яхт-клуб мне нравится, классное место. То есть, меня, можно сказать, в компанию привел в Бор. Потому что по пути в этот яхт-клуб я увидел, у меня внутри запрос, что же делать, какое решение, что за компания. И я вижу перед собой борт, на котором написано, супертяжик зовет тебя в космос. И я такой, типа, ну, это точно туда. Космос мне надо, супертяжик у меня сын. Космос, значит, пойдем. И в моменте просто достал сразу телефон и написал Сергею, потому что у меня телефон будет. Слушал, круто. И теперь я управляющий. Внимание, аплодисменты. На самом деле, спасибо тебе, ты с нами, здесь. И для меня это история о людях, которые делают. И даже потом в процессе у меня был еще ряд инсайтов, которые мне еще раз показали о том, что я, типа, сделал правильный выбор и оказался в компании. Как минимум, там, 7-летний проект моей академии, который я хотел запустить для обучения персонала, типа, вы уже и проделаете. И у меня есть возможность к этому прикоснуться и видеть, что дальше. То, что было в ящике 7 лет лежало, теперь реализовывается. Мы готовы говорить красивые слова на прощание. Поэтому, внимание, монтаж. Максим, донер для тебя готов. Супер. Класс. Супер Тяж Кафе, это новая концепция, это прям вообще, это супер-супер новый ребенок, да? Поэтому особый трепет к нему. И, честно говоря, на сегодняшний день я вижу, что он в надежных руках. Тебе спасибо. Идем вперед. Спасибо за доверие. Да. Приглашаем всех попробовать донер Супер Тяж. Всем приятного аппетита. Хорошего вечера. И пока-пока. Пока-пока. Сегодня у нас в гостях сенатор Российской Федерации Сергей Николаевич Колбин. Доброе утро, Сергей Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада встрече с вами. Вы представляете Севастополь в Совете Федерации. Расскажите нашим телезрителям, в чем заключается работа сенатора. Самая главная задача, которая стоит перед сенаторами, это такая же законотворческая деятельность. Потому что сенаторы, как депутаты Государственной Думы, как депутаты законодательных собраний, они имеют право законодательной инициативы. Поэтому это работа с законами, которые принимаются и иногда требуют доработки, исправления, иногда замены. И вторая основная задача – это тесный контакт субъекта, от которого избирается и выдвигается сенатор, с федеральным центром. Это взаимосвязь с министерствами, с ведомствами, корректировка постановлений, решений. Это более оперативное включение в те или иные проблемные вопросы, которые в субъекте появляются. Иногда это связано с ситуацией нашей, связанной с пожарной безопасностью, иногда с засухой, иногда с газообеспечением, иногда с проблемами в сельском хозяйстве. То есть такие жизненные, внезапно возникающие ситуации, и сенаторы имеют право и возможность координировать работу и организовывать взаимодействие органов законодательной, исполнительной власти и федеральных органов. Но можно сказать, это некий такой оперативный мостик между субъектом федерации и федеральным центром. Да, очень правильное сравнение. Валентина Ивановна Матвиенко, председательца этой федерации, она постоянно напоминает сенаторам, чтобы мы не забывали, что Совет Федерации – это палата регионов. И партийная принадлежность здесь несколько снивелирована. Мы никогда не обращаемся к фракциям. В Совете Федерации все сенаторы равны. Все работают в интересах того или иного субъекта, а в общем в интересах государства. Я считаю, что это правильно. Правильно, потому что Верхняя Палата, она не должна делиться на какие-то фракции, составляющие части и так далее. Это подтверждение, проверка и засиливание тех проектов, законов, которые приходят из Государственной Думы после первого, второго, третьего чтения. Это правительственный час, это общение с экспертами по разным составляющим, направлениям. Это дни субъектов, где есть возможность общаться с губернаторами, с председателями законодательных органов. Это вот такая коммуникация, которая помогает быстро и оперативно проводить в жизни те или иные решения, постановления и проекты. В Совете Федерации Вы состоите в комиссии по обороне и безопасности. В последнее время это, наверное, самое важное направление. Какие решения за последнее время были приняты, важные на уровне комиссии в этом направлении? Это называется правильно комитет по обороне и безопасности, а в комиссии я работаю по международному военно-политическому сотрудничеству. В последнее время комитет очень много внимания уделяет мероприятиям, связанным с специальной военной операцией. Это работа оборонно-промышленного комплекса, это выпуск объема и качества продукции. Мы регулярно совершаем выездные заседания. Последнее из них было в городе Тула. Посещали воинские подразделения, воинские части, учебные заведения. Последнее учебное заведение было это Академия погранслужбы ФСБ. Там нас знакомили с новыми образцами квадрокоптеров, дронов, техники, связанные с оптикой, тепловизоры, чтобы сенаторы были вооружены в этом направлении. Также рассматриваем вопросы, многочисленные, связанные с обороной и безопасностью, в масштабе государства. Вопросы, связанные с накопительной ипотекой для военнослужащих. Вопросы, связанные с социальным пакетом для участников СВО. Проблемные вопросы. Помните, в первое время трудно было понять, какими льготами пользуются мобилизованные, какими добровольцы, какими льготами пользуются люди, которые подписали контракты с частными военными компаниями. Например, вот эти вопросы. Вопросы финансирования. Один из последних вопросов, такой наболевший, был после того, как утверждался кабинет министров. Министр внутренних дел генерал Колокольцев поднял вопрос об очень большом оттоке кадров. Это было связано с недофинансированием этого министерства. Вот эти вопросы рассматривались. На последнем заседании комитета мы рассматривали вопросы, связанные уже с таможенной службой, потому что все силовые структуры, все силовые структуры проходят через комитет по обороне и безопасности. И вот буквально 22 числа, уже будучи здесь, в Севастополе, принимал участие по видеоконференцсвязи. Мы рассматривали с Министерством иностранных дел, с представителями Министерства обороны, Министерства финансов. Наша подкомиссия рассматривала вопрос по миротворческой деятельности и безопасности Российской Федерации на мировых просторах. Сколько участвуют наших военнослужащих, сотрудников полиции, где участвуют, в каких странах, какое финансирование, какая компенсация. Там же поднимался вопрос актуальный по выводу миротворцев буквально из Нагорного-Горобах, которые вернулись в результате, которые мы потеряли 7 военнослужащих. Рассматривались вопросы, связанные с законными процессуальными мероприятиями в отношении погибших военнослужащих и материально-компенсационными, конечно же. Ну и такие информационно-справочные материалы предоставляли все эти министерства. Мы имеем возможность изучать. Для меня было большим открытием, когда я начал работать в этой комиссии, какие огромные средства Российская Федерация вкладывает в миротворческую деятельность. Это не только связано с нахождением посредников, советников, миротворцев. Это еще и гуманитарная миротворческая помощь. Это колоссальные деньги. Но это, наверное, вопрос отдельной передачи, потому что у кого-то засуха, у кого-то наводнение, у кого-то ураган и так далее. Россия не остается в стороне. Вы часто видите в новостных каналах, когда МЧС, спасательные центры, принимают такое активное участие. Мы отправляем туда и специализированную авиацию, и спасателей, и кинологов отправляем. Поэтому помогаем по мере возможности многим странам. Действительно, в сюжетах ни одна трагедия в мире не остается незамеченной. Работа очень интересная, очень интересная в комитете. И я рад, что сейчас в комитете практически находятся люди, которые носили или носят по сей день погоны на плечах, которые имеют понятие о безопасности государства, обороноспособности государства, которые имеют представление и хоть чуть-чуть разбираются в данном вопросе. Год назад начала работу парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей. Вы тоже являетесь ее участником. Расскажите, чем занимается эта комиссия? Значит, комиссия закончила свою работу буквально в этом месяце. В этом месяце работали мы на протяжении больше, чем год. Больше года. Значит, это была комиссия межпарламентская. Там присутствовали сенаторы, депутаты Государственной Думы и специалисты тех ведомств, которые нам были интересны для проведения этой работы. Работа комиссии заключалась в сборе информации, в анализе этой информации и подготовке доклада о преступных действиях киевского режима против детей и несовершеннолетних. Огромный массив и объем информации был собран в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Сенаторы активно очень сотрудничали. Мы от Севастополя здесь с Мариной Песчанской, уполномоченной по защите прав детей, очень плодотворно работали по сбору информации, потому что Херсонская область близка к Крыму, к Севастополю. И благодаря нашим военнослужащим мы смогли раздобыть учебники и книжки, в которых детям просто промывались мозги. Коверкалась история. Ну, какой пример могу привести? Про Великую Отечественную войну в учебниках истории написана одна страница буквально. Про Вторую мировую полкнижки. Да, очень возмутило меня то, что упомянуты такие факты, коверкающие историю, что флаг Победы над Рейстагом водружали не Егоров, а Контария, а какой-то там другой офицер с украинской фамилией, понимаете? И вот оно все так вот незаметно, незаметно, незаметно. И в каждом параграфе везде присутствовало, вот благодаря имперской России мы такие, вот она у нас все забирала, вот она у нас то, вот она у нас то. Ну и детская литература. Вот это все проанализировалось. Ну и, конечно же, обращалось внимание на вопросы, связанные с вывозом детей, на вопросы, связанные с невозможностью детям проходить обучение в школах, посещать садик. С гибелью, конечно же, с гибелью. Вот были вскрыты факты, когда супруга руководителя соседнего государства имела отношение к вывозу детей за границу и продаже их в обеспеченные семьи, которые не могли иметь детей. Вот были вскрыты факты, когда народные депутаты Верховной Рады принимали участие или были задействованы в детской черной трансплантологии. Вот. Факты опровергаются, опровергаются совсем недавно, вы наверняка тоже слышали, более сотни детей, которые украинская пропаганда рассказывала, что мы вывезли в Российскую Федерацию, вот были найдены, оказывается, в Германии, в Германии. Вот. И детей просто вывезли. А почему? Детей, которые находятся в интернатах, в детских домах, вот, зачастую не у всех есть родители. И спрашивать разрешение, не у кого советоваться, не с кем. Вот. Их просто брали и вывозили. Вот. Особенно из тех регионов, где были такие большие масштабные боевые действия. Вот. По результатам работы комиссии, значит, ее обсудили на заседании Государственной Думы, на пленарной сессии Совета Федерации. И этот доклад будет опубликован и разослан в Организацию Объединенных Наций, в Европарламент, в Еврокомиссию, в парламенты дружественных и недружественных стран. Чтобы знали, на самом деле, нашу позицию, наше видение, наше видение. И могли увидеть реальную картину преступления, действительно, киевского режима против детей. Вот. Дети – это наше все, это святое. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Сергей Николаевич, уже послезавтра один из самых главных праздников для нашего города. Это день военно-морского флота. Мы бы хотели, чтобы вы пожелали что-то нашим морякам. Я хотел пожелать бы, в первую очередь, им удачи. Удачи на всех просторах и во всех сферах их деятельности. Особенно сейчас. Работа у нас сейчас сложная. Всем в столице, я говорю, когда спрашивают, как Севастополь, я говорю, Севастополь сражается и обороняется, как и прежде, как и всегда. Вот. Хочется пожелать семейного благополучия. Хочется пожелать успехов на фронтах. Хочется пожелать, чтобы все их мероприятия, спецмероприятия заканчивались всегда победой. Хочется пожелать уверенности, благополучия в семьях, чтобы они не забывали, что надежный тыл – это вторая составляющая победы. Вот. Когда боец, офицер знает, что его ждут дома, что он желанный, вот, это всегда вселяет надежду и уверенность. Вот. Поэтому всего самого наилучшего. Севастополь и флот связаны неразрывно, неразрывно. Мы 5 августа будем открывать памятник святому равноапостольному праведному Федору Федоровичу Ушакову в учебном центре подготовки водолазов и спасателей. Вот. И в день рождения Федора Федоровича. Вот. И я думаю, что это такая будет знаменательная дата для в жизни города Севастополя. Вот. Но у нас город неразрывно связан с флотом. Абсолютно верно. Вот. У нас город необычный, потому что сначала у нас появился флот, а потом появился сам город. Поэтому севастопольцам очень не хватает белых фуражек, белых кетелей, белых бескозырок просто на улицах города. Сейчас они все на боевых позициях и выполняют задачи по прикрытию нашего города. Морские пехотинцы бьются на сухопутных рубежах. Вот. Авиация границы прикрывает. Вот. И границы с нейтральными водами. Вот. Поэтому удачи, удачи, мудрости командирам. Вот. И успехам тем бойцам, которые несут ежечасную вахту на боевых кораблях. Вот. И в зоне специальной военной операции. Дай Бог всем нам скорейшей победы. Это точно. Спасибо, Сергей Николаевич, что пришли к нам этим утром. Будем ждать вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Далее мы узнаем, что еще интересного можно будет посмотреть сегодня на телеканале СТВ. В 18.45 встречайте в студии СТВ депутата законодательного собрания, участника спецоперации Павла Харламова. Почему он принял решение отправиться снайпером в зону боевых действий и как ему удается совмещать военную работу с законотворческой. Смотрите в программе интервью. Какие события произошли в последний день рабочей недели в Севастополе? Расскажем в вечернем выпуске новостей. Политика, наука, социальная сфера, культура и спорт. Все ключевые события дня в материалах наших корреспондентов. История его жизни – это политический детектив. И ему досталась очень важная роль. На протяжении четырех десятилетий без него не обходилось ни одно ключевое решение в мировом олимпийском движении. Именно он однажды сумел убедить своих коллег включить в программу Олимпиады новые виды спорта – фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику. Смирнов, наверное, единственный человек, который знает все тайны закулисья Московской Олимпиады-80. И ввиду срока давности некоторыми он готов поделиться. Смотрите документальный фильм о нем в 20.00. Нина – студентка, жена молодого красавца-профессора, который знает китайский язык и учения Поднебесной, похоже, лучше, чем окружающую российскую действительность. Нина убеждена, что супружеская верность и смирение и есть любовь. Но все меняется, когда в ее жизни появляется банкир Сергей. Смотрите фильм о любви в 21.30. Изнуряющая аномальная жара наконец-то покинула Севастополь. И теперь мы можем продолжать наслаждаться летом. Ну а что прогнозируют синоптики на сегодня, расскажет по традиции Катюша. Сегодня в Севастополе ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 28. Ночью ожидается до плюс 22. Ветер западный 10 метров в секунду. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление в норме. А температура морской воды у берегов Севастополя 26 градусов. Спасибо, Катя. Ну а тем временем Федор Конюхов установил новый рекорд. Путешественник провел 14 дней на льдине в Северном Ледовитом океане. За это время он прошел более 175 километров, разделив маршрут между западным и восточным полушариями. Сообщается, что погода в это время года недалеко от Северного полюса хмурая, с низкой облачностью, густыми туманами, а также осадками в виде мокрого снега, сменяющегося ледяным дождем или градом. Ух, вот это экстрим. Слушай, ну между прочим, Федор Конюхов побил свой собственный рекорд, потому что в 21 году он уже дрейфовал на одиночной исследовательской полярной станции, но тогда все это продлилось только 10 дней. Самое интересное, что все эти 14 дней он не просто дрейфовал, то есть наслаждался процессом, глядел в небо, получал удовольствие, в гамаке, к примеру, находясь, а он продолжал исследования. Просто удивительный человек. Мы желаем вам сегодня тоже быть удивительными и изобретательными, потому что это может помочь в вашей работе. Ну а мы передаем слово информационной службе нашего телеканала. Калпак ставишь, он играет. Из этого делаем калпак больше. И едет. Может, он жаль, что будет. Да. Причем очень интересно, он сделает именно канал из блоков собранных. Представители фонда содействия капитальному ремонту обсуждают детали работ. Крыша почти полностью готова к эксплуатации. Осталось установить противопожарные люки, утеплить чердачное перекрытие, привести в порядок дымовые и вентиляционные каналы. Замедляет ремонт высокая температура воздуха. Из-за жары рабочие трудятся только до обеденного времени. Поэтому приемка запланирована позже намеченного срока, поделились специалисты. В соответствии с календарным графиком подрядчик должен завершить их до конца текущего месяца. Но мы ожидаем, что он может на пару дней не успеть. Но, тем не менее, работы выполнены с достаточно хорошим качеством. Это первый капитальный ремонт в доме номер 20 на улице Гоголя с 80-х годов. Тогда крышу переконструировали из плоской в скатную. Однако отсутствие качественных материалов и современных технологий не позволило утеплить перекрытие должным образом. Впоследствии жильцы верхних этажей столкнулись с множеством проблем. Незащищенная кровля раскалялась на солнце летом, а зимой пропускало холод. Сейчас мастера исправляют ошибки. В будущем таких проблем не возникнет, заверил подрядчик. Было очень жарко, они исправлялись с температурой, поэтому пришлось отсекать. Делать технический этаж, скажем так, потому что у этих домов не предусмотрен он, технический этаж, между перекрытием и квартирой. Поэтому было довольно-таки жарко. Кстати, на улице Гоголя приводят в порядок крыши еще четырех домов. В них работы также планируют завершить в начале августа. Напомним, что по региональной программе капитального ремонта с 2015 года в Севастополе отремонтировано свыше 1100 кровель. В 2024-м к ним добавится еще 95. Творческая молодежь из Севастополя отправилась на фестиваль «Таврида-арт». Он пройдет в Судаке в шестой раз, с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен теме многонациональности нашей большой страны. Чтобы попасть в списки участников, каждый из ребят проходил отбор. На сайте Управления по делам молодежи Севастополя нужно было заполнить анкету, а также прислать видео-визитку и рассказать о своих достижениях и талантах. На одно место претендовали сразу три человека. По итогам конкурса было отобрано 95 участников. Три дня севастопольская молодежь будет посещать различные лекции, мастер-классы. Для них выступят популярные артисты нашей страны. В прошлом году было очень здорово. Мы попали на таких больших звезд. Вот у нас шамана. Я находился в первом ряду, даже удалось с ним чуть-чуть попеть. Он вот выходил, давал микрофон, а мы пели. Вот это незабываемые эмоции. Также познакомились с большим количеством ребят с других регионов. До сих пор поддерживаем связь. Это очень здорово, что Таврида предоставляет такие возможности знакомства с разными регионами. Фестиваль Таврида-арт дает огромное количество возможностей для молодежи всей нашей страны. Потому что в фестивале принимают участие ребята со всех 89 субъектов Российской Федерации. И на фестивале огромное количество блоков. Это образовательные площадки, это различного рода выставки, выступления, кастинги. И регионы представляют себя тоже на разных площадках. Различного рода конкурсы, грантовые конкурсы Федерального агентства по делам молодежи. Лето продолжается, поэтому не забываем о том, как важно держать себя в форме, чтобы, например, чувствовать себя увереннее на пляже или просто передвигаясь по городу. Если вы хотите, чтобы ваше тело функционировало без перебоев, а настроение было отличным, смотрите рубрику «Дышите на здоровье». В ней тренер дыхательной гимнастики Марина Корпан расскажет и покажет, как правильно дышать и худеть одновременно. Мам, хорошо чувствуешь свою попу? Неа. А у меня все безумно горит. А почему так? Ну, во-первых, я стою на одной ноге, а это хорошо подключает ягодицы. Второе. Я выполняю это упражнение в нескольких плоскостях. Третье. Я увожу таз назад, и мышца удлиняется в эксцентрике. И в-четвертых. Я отталкиваюсь стопой от пола, и моя мышца сокращается. Ягодичные мышцы работают в каждой фазе, а другие мышцы не забирают на себя нагрузку. Ну что, мама, поняла? Да, дочь, дай пять. Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. О профилактике заболеваний печени поговорим с нашей гостей. В студии программы «Доброе утро» сегодня заведующий консультативно-диагностического отделения городской инфекционной больницы Татьяна Алексеевна Толмач. Доброе утро. Доброе утро. Я предлагаю начать с азов. Какие все-таки основные функции печени в организме человека? Давайте начнем с самой печени. Печень – это очень важный орган в организме человека. Его функция влияет на весь организм. Основные функции – он орган непарный, то есть у нас одна печень, не так, как почки, две там или больше. То есть беречь ее надо, потому что заменить нечем. Функцию ее не возьмет никто на себя. Только если донор попадется, но это варианты уже такие, не очень хорошие. Значит, основные функции печени – это первое – детоксикационное. То есть печень освобождает кровь от разных токсинов. Это яды, это наркотики, это алкоголь, который у нас в наше время очень часто распространен, и он является основным врагом печени. Во всяком случае, в настоящее время. Плюс это токсические вещества, которые образуются в процессе переваривания пищевых продуктов, если вы там кушаете фэстфуд или еще там какое-то что-то. Ну, то, что не положено, то, что не очень хорошо для организма. То есть она берет на себя все эти функции, она освобождает организм от части микробов, она освобождает также от аллергенов, от каких-то там ядов, которые попадают в организм. Это одна функция. Дальше. Функция синтетическая, то есть печень участвует в выработке белков. Это у нас альбумины, глобулины, то есть это основные белки и часть еще белков. Также она участвует в выработке факторов свертываемости крови. Тоже функция основная, так скажем, почти всех, кроме восьмого фактора. Значит, также она участвует в углеводном обмене, она регулирует количество глюкозы в организме. И если она превышает, то в виде гликогена она депонируется в печени. И когда есть необходимость в дополнительной глюкозе, оно выбрасывается. Также она депо микроэлементов, таких как магний, железо, цинк. То есть микроэлементы. Жирорастворимые витамины. Витамин А, Е, Д – это все К находится в печени. Также депо крови, то есть в печени находится где-то полулитра крови. То есть если у нас будет там какое-то кровотечение или что, то оно будет выброшено и на помощь организму. Дальше. Она также участвует в жировом обмене. То есть в выработке холестерина, три глицеридов, липидов. То есть еще один обмен у нас идет. Сколько нового всего вы перечислили? Мне кажется, для многих вы сделали сегодняшнее утро. Настоящее открытие. Потому что в большинстве своем люди, мне кажется, предполагают, что печень – это главный фильтр в нашем организме. Это первая функция. В принципе, это первая функция и есть. А оказывается, сколько всего еще полезного она делает? Да, она очень много делает полезных. Ну, это, в принципе, основные функции. Там еще в разных обменах, обмены гормонов. В ней также разрушаются гормоны, которые уже не нужны. В ней метаболизируются, ну, разрушаются тоже, вот разрушенные клетки, ретроциты, допустим, они тоже в ней уничтожаются и на переработку. А вот возвращаясь к теме гепатита, его основная цель – это печень или он как вообще на организм воздействует? Гепатит – это собирательное название. Гепатит – ит, суффикс – это воспаление. Гепатиты могут быть разные, разной природы. Есть вирусные гепатиты – это А, В, С, Д, Е, мы остановимся отдельно на них. Есть гепатиты алкогольные, которые вызваны алкоголем. Есть гепатиты токсические, которые вызваны наркотиками, токсическими, там, химиопрепаратами. Есть медикаментозные, тоже вызываются медикаментами. Это все дает воспаление, поняли меня, да, в печени. Просто причины разные. Есть аутоиммунные гепатиты, которые вызываются в наш организм, начинают вырабатывать против собственной печени антитела. То есть он ее сам, ну, как красная волчанка, как аутоиммунные заболевания щитовидной железы. У нас есть эти заболевания в организме, и печень тоже не исключение. То есть гепатит – это собирательное, вы поняли. Причины разные. И уже от причин там дальше уже надо смотреть. То есть каждый гепатит имеет свою причину, и, следовательно, от нее надо избавляться для того, чтобы печень восстановилась. И еще основная функция печени – она регенерирует самый хороший орган, который регенерирует. То есть если убирается фактор, который вызвал ее поражение, она сама восстановится, ей можно даже не помогать. Но если мы будем ее добивать, есть точка невозврата, когда уже, к сожалению, она не сможет себя восстановить. А там уже будет пересадка печени, если повезет. А если нет, значит, печальный конец. Заражение гепатитом тоже, соответственно, разное в зависимости от того… Разное. В зависимости от гепатита, конечно. Ну, мы с вами поговорили, алкогольный гепатит – это алкоголь, первая причина. И чтобы убрать действие, убирается алкоголь. Понятно, да? А вот что касается вирусных гепатитов, как-то это можно защитить? Да. Сейчас мы с вами поговорим. Значит, вирусные гепатиты, они бывают двух видов. Гепатиты А и Е – это гепатиты, которые передаются фекально-оральным путем. Контакт на бытовой, то есть грязные руки, продукты. В основном у Е-гепатита – это водный путь, он реже встречается. А гепатит тоже сейчас, в принципе, встречается не так часто, но бывают случаи. Это летний период, тоже мухи переносят все. Эти гепатиты, в принципе, они заканчиваются выздоровлением, они не дают хронизации. Е-гепатит есть работы, что он дает все-таки хронические формы, но это очень в редких случаях. Остальные гепатиты – это парентеральные, те, которые передаются через биологические жидкости. Кровь, слюна, половой путь – это гепатиты В, С, В с дельта-агентом. Там есть еще другие гепатиты, но они очень маленький процент. ТТ-гепатиты, ТТ-В, в общем, они не актуальны. Ж-гепатит, который тоже, но основные гепатиты, которые вот на настоящий момент – это гепатит В, В с дельта-агентом и гепатит С. Вот они передаются через жидкости организма. Какие основные симптомы проявления гепатита? Вирусного. Вирусного. Значит, они тоже бывают разные. Бывают острые и хронические гепатиты. Значит, если это острый гепатит, естественно, пройдя инкубационный период, вы почувствуете, что вы болеете чаще всего, если только это не стертая, не субклиническая форма. То есть оно проявляется слабостью, потерей аппетита, потом постепенно темнеет моча, желтеет кожа. Ну, там человек, естественно, уже будет обращаться, если он совсем не не. Вот расскажу историю жизни. У меня брат старшего в детстве болел гепатитой. Мама сразу поняла, что что-то не так, когда он на день рождения отказался есть торт. А он был такой сладкоежка и говорит, все, с ребенком что-то явно не то. То есть потеря аппетита – это явный симптом, да? Нет, да. Это острые гепатиты. Есть гепатиты хронические, которые, к сожалению, острая форма протекает субклинически, человек не замечает. И особенность их, что вообще может быть никаких симптомов. То есть человек может обратиться только когда, уже у него там декомпенсация, живот вырос, там, или отеки появились, вот так вот. Но основные симптомы – это слабость, утомляемость, тяжесть в правом подривере, диспепсия, ну, взутие живота, там, отрыжки, может быть, снижение аппетита. Вот это основные симптомы. Это для всех видов вирусного? Для всех видов вирусного гепатита. Неважно, какой. Но, я вам говорю, чаще всего бывает, что нету проявлений. Они начинаются тогда, когда уже идет декомпенсация. Во-первых, меняются анализы, увеличиваются трансзаменазы, там, может, пилирубин нарасти. И начинается, может, портальная гипертензия, появятся отеки, асцит, пальмарная ретема, кровотечение с носа, тесен. Но это уже, ну, нехорошие признаки, понимаете, да? Да. Но основные, будем считать, слабость, тяжесть в правом потребении и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота там периодически, вздутие живота, тяжесть в правом потребении, может быть, периодически мочать им нет, вот люди замечают. Вот это основные симптомы, которые вот, на что надо обратить внимание. Ну, если вот ты почувствовал, что у тебя какие-то вот такие симптомы, куда бежать? Первонаперво к терапевту? Здесь есть участковый терапевт. Вы подходите к нему, есть определенные анализы, которые набирают, там, допустим, биохимический анализ крови. Из них ферменты АЛТСТ, это ферменты, которые образуются в печени, и при нарушении работы печени, то есть когда начинают разрушаться печеночные клетки, они повышаются. Если они повысились, то тогда уже дальше начинают копаться. Берут на маркеры гепатита, ВСД смотрят, делают узи органов брюшной полости. То есть если любой специалист, вот вы пошли там диспансеризацию проходить, неважно, вот сейчас проводят диспансеризацию, поэтому очень много сейчас выявляют людей с гепатитами, с повышенным, то есть это, ну, способствует выявлению пациентов в тот период, когда еще не поздно лечить, так скажем. Потому что, когда поздно лечить, вы сами понимаете, если там уже цирроз, даже ты его избавишь от вируса, но сама печень восстановится пока. Если восстановится, и не будет гепатоцеллюлярная карцинома или рака, она восстановится в течение, допустим, 5-10 лет. Если тебе 70, ты еще 10 лет как бы, понимаете, да? То есть вот эти вот сейчас медосмотры и все остальное, это очень хорошо, потому что выявляют людей на тех стадиях, когда они вот, ну, у них нет симптомов. Я здоров. И все, да, я здоров, меня ничего не беспокоит, все. Так что вот. То есть если мы говорим про опасность гепатита, то, в общем-то, если на ранних стадиях он выявлен, и неважно, какой вид гепатита, ничего страшного там нет. Да. То есть это уже запущенная какая-то форма. Любую форму запущенную, что алкогольную, что аутоиммунную, что вирусную, тяжело лечить. Понятно. А передается ли гепатит от матери к ребенку во время кормления? Конечно. Значит, он во время кормления, нет, молоком не передается. Но может передаваться, заразиться. Нет, во время беременности тоже нет, только во время родов. А. Вот при прохождении ребенка через половые пути там может произойти заражение. При С гепатите это меньше, конечно. Там нужны большие кровопотери или вот. А при Б гепатите и дельта может быть заражение во время родов. Но есть вакцинация. То есть в первые 12 часов ребенок вакцинируется. Если ребенка нормально провакцинировали, сделали иммуноглобулин, зная о том, что у матери гепатит. То есть она наблюдалась, у акушер-гинеколога выявлен гепатит, и все знают. Но сейчас эта прививка входит и в календарь прививок. То есть дети должны быть вакцинированы в первые 12 часов, если только мама не отказывается. Ну, вы же знаете. А что, если мама отказывается, то есть у ребенка... Не, вы имеете право сделать. Мама может заразить. Это мать, понимаете. Но вообще вакцинация должна быть. То есть это то заболевание, к сожалению, Б гепатит хронически не лечится. Мы только снимаем вирусную нагрузку. То есть убираем симптомы, которые могут привести к быстрому развитию цирроза или рака печени. Поэтому вакцинация – это единственный путь защиты от гепатита Б и гепатита дельта. Дельта-гепатит – вариант Б с дельта-агентом. Это самый плохой вариант на настоящий момент. Если продолжить разговор о способах профилактики гепатита, но если мы говорим об алкогольном гепатите, это понятно. Вы убираете, да. Токсический гепатит – вы убираете то вещество. Медикаментозный – вы не пьете медикаменты горстями. Только то, что назначил рак четко в дозе. А не так пять раз в день, потому что мне захотелось. А вирусные гепатиты? Если это гепатит А и Е, соблюдение правил личной гигиены, не пить там с открытых этих самых, мыть руки. От гепатита А есть прививка. И в некоторых регионах России она входит в календарь прививок. В некоторых нет. Но, в принципе, учитывая, что А-гепатит – это все-таки кишечная инфекция, заканчивается выздоровлением, как бы более спокойно к этому отнесемся. От гепатита Б есть прививка, которая входит в календарь прививок. Это защита. Плюс защита что? Маникюр, педикюр, пирсинги – все нужно делать в салонах, которые проверены. Ну, не подворотник где-то там, а проверены. У них есть… Друг другу дома, да, есть же кто начинает. Одноразовый инструментарий. Перед тем, как вы просите там сделать что-то, вам показывают, открывают при вас, и вы делаете одноразовое должно быть. Не пользоваться, ни у кого не брать ни ножницы, ни щипчики для бровей. То есть то, что может вызвать ни зубные щетки, ничего, понятно, да? Ну, беспорядочные половые контакты, вы сами понимаете. Ну и вакцинация – вот основное. Больше ничего не надо. Ну что же, я думаю, что все предельно ясно. Нужно самому, прежде всего, заботиться о своем здоровье, о том, чтобы не заразиться и не заразить кого-то, если вдруг получилось так, что ты являешься носителем вируса. Спасибо вам, Татьяна Алексеевна, что пришли к нам этим утром. Мы были рады с вами пообщаться и узнали очень много нового, правда? Ну, а в нашем эфире далее рубрика «Имеем право». А в этой рубрике «Отдельной строкой» мы затронем вопросы безопасности дорожного движения и алгоритмы действий пешеходов, пассажиров и водителей в конкретных ситуациях. Телезритель Алексей спрашивает. Находясь за рулем арендованного автомобиля, я попал в дорожно-транспортное происшествие. Виновным признан второй водитель. Тот должен компенсировать в этом случае ущерб. Вы сами, наверное, ответили на свой вопрос. Очевидно, имущественные потери, материальный ущерб причинен не вам, а арендодателю, поскольку вы управляли арендованным автомобилем. И естественно, что арендодатель будет собственником автомобиля, будет обращаться с исковыми требованиями к лицу виновным дорожно-транспортным происшествием. Перед этим, естественно, получив страховку со страховой компанией. Ваши вопросы мы ждем по телефону 886-9288-50103. Послезавтра наша страна отметит День военно-морского флота. Очень важный праздник для каждого жителя нашего города. Поэтому новый выпуск рубрики «Жизнь замечательных людей в Севастополе» посвящен одному из адмиралов. Это почетный житель Севастополя, командующий Черноморским флотом с 1962 по 1968 годы Серафим Евгеньевич Чурсин. За доступность, открытость и справедливость на флоте Чурсина называли народным адмиралом. Он мечтал стать моряком с самого детства и успешно добился своей цели. В 20 лет он поступил в военно-морское училище имени Фрунзе в Ленинграде и через 5 лет закончил его с отличием. Он был назначен командующим Черноморским флотом и был удостоен огромного количества наград. На флоте за его открытость, справедливость и доступность его называли народным адмиралом. Сегодня мы поговорим о Серафиме Евгеньевиче Чурсине, который жил в нашем городе. Расскажет нам об этом дочь адмирала Желонкина Татьяна Серафимовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Во время ожесточенных боев за Крым Серафим Евгеньевич был переведен на Черноморский флот, где он командовал 1-й и 2-й бригадами подводных лодок. Он также является участником освобождения Севастополя в мае 1944 года. Что же он вам рассказывал о том периоде его жизни? Он был человеком немогословным и разговоров об этом как таковых не было. В 30-х годах, когда папа на Дальнем Востоке командовал подводной лодкой, его подводная лодка совершила плавание, автономное плавание. Вот этот опыт, приобретенный там, на Дальнем Востоке, помог многим нашим подводникам сохранить жизнь и вот уже здесь, на Черноморском флоте. Ну и есть грамота у меня сохранилась, которую папа получил за освобождение Констанции. Огромное спасибо Игорю Владимировичу Косатонову и его сыну Кириллу Игоревичу за то, что они написали книгу о моем отце. После войны Серафим Евгеньевич командовал флотилией, учился в академии. И в августе 1955 года он возвращается на Черноморский флот на должность начальника штаба. Вам на тот период времени было всего 6 лет. Какие воспоминания у вас сохранились о том периоде? Ну что мне запомнилось, это вот разговоры о том, где жили, каких-то общих знакомых, когда приезжали, приезжал кто-то из папиных сослуживцев. И географию я учила не по учебникам, а по их разговорам. Я знала, где находится Совгавань, где находится Кронштадт, что такое находка. И очень часто слышала такие названия, как Балаклава и Севастополь. И у меня уже в моем воображении, они были какими-то волшебными местами, в которых они когда-то жили. И когда мы в то время приехали в Севастополь, конечно, у меня было такое впечатление, что я здесь уже была, что я здесь все знаю. Особенно, когда мы ездили в Балаклаву, и мне показывали тот домик, где они жили, вот эта набережная, для меня это все было знакомо. И как будто я здесь, в общем-то, и родилась, и тут, и жила. В июле 1962 года Серафим Евгеньевич вступил в командование Черноморским флотом и был командующим в течение шести лет. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом периоде его жизни. Ну, единственное, что я могу сказать, что именно в это время Черноморский флот получил новые корабли, новых проектов. Ну, и папа выходил на крейсерах в море. А до этого, будучи еще первым заместителем командующего, встречал очень многих гостей, прибывающих в Севастополь. И поэтому тоже я учила, я знала имена почти всех президентов многих государств и даже знала их лично в лицо. Вот, а даже Неро меня по головке погладил, а Индира Ганди мне подарила Сари. Так что вот такие вот воспоминания. А в свободное время мы ездили куда-то по Крыму, встречался папа со своими сослуживцами. Ну, они дружили с семьей Геловани, с семьей Касатоновых. Наши семьи как-то очень тесно связаны, потому что Владимир Фанасьевич и папа учились в училище вместе. И вот с тех пор эта дружба завязалась. И однажды, когда мы приехали, очень интересный эпизод, я не могу о нем не рассказать. Мы приехали в Афронтенское тогда, там находился санаторий Министерства обороны. И проходя по территории санатория, вдруг я смотрю, папа становится по стойке смирно и стоит. Ну, мне такое удивление, думаю, обычно все стоят, когда он идет, а тут папа стоит по стойке смирно. Идет такой небольшого роста, такой старичок, вот, подходит к нему по плечу его и говорит, здравствуй, мой адмирал. И тут до меня начинает тихо доходить. Это Георгий Константинович Жуков. Я стою онемевшая, вот прямо онемевшая. Ну, папа говорит, это моя дочь. Он говорит, как зовут дочь тебя? А я стою, говорит, она у тебя что, немая? Ну, тут я немножко в себя пришла, говорю, Георгий Константинович, вы меня извините, конечно, что-то не имеешь. Я говорю, при виде маршала победы перед собой. Вот такие бывали эпизоды. А каким Серафим Евгеньевич был вне службы? Папа очень любил, он очень любил литературу. Вот он меня приучил, собственно, к чтению. У нас было всегда очень много книг. И я это все читала, по его рекомендации какие-то книги читала. Он очень любил готовить. Ну, так как он часто ездил, вот он бывал и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии. Он привозил оттуда какие-то оригинальные рецепты, их готовил. И любил заниматься, так скажем, огородничеством. Он сам выращивал перец, привозил из Болгарии, привозил семена вот этого болгарского перца. Помидоры у нас были какие-то, помидоры. Я раньше таких не видела, только у нас в огороде. Очень часто к нам приходили его сослуживцы, его друзья. В доме всегда было много людей. В январе 1972 года Серафим Евгеньевич был уволен в отставку. И началась его активная общественная деятельность. Чем же он занимался? Вы знаете, так как он человек очень активный, ну, во-первых, он был профессором-консультантом. Он принимал участие в написании устава военно-морского флота. И возглавлял Севастопольскую секцию Советского комитета ветеранов войны. И, кстати, вот сейчас она находится вот здесь. Очень много времени он уделял флотской молодежи. Вот, участвовал во всех каких-то конференциях, в каких-то вот этих вот собраниях. Бывал на кораблях у ребят. И много помогал ветеранам. За заслуги перед севастопольцами и большой вклад в развитие города в 1973 году Серафим Евгеньевич был удостоен звания почетный гражданин города-героя Севастополя. Как проходило это торжественное мероприятие? И что это значит для вас лично? Он очень гордился тем, что он получил это высокое звание, что его оценили, потому что он же много сделал для развития города и флота. Будучи командующим флотом, он являлся инициатором строительства нашего бассейна, корпусов в госпитале, корпусов в санатории Черноморского флота. И очень много внимания уделял развитию спорта и футбола. Он был болельщиком. Ну, а позже уже я подумала, что почему бы не сделать эту доску. И благодаря дому Москвы, который тогда здесь у нас был, Черноморского флота, эта доска была открыта на нашем доме, где он проживал. Огромное спасибо, Татьяна Серафимовна, за ваши воспоминания. Огромное спасибо вам, что вы, в общем-то, делаете вот такие передачи. И я думаю, что это многим севастопольцам очень интересно. И вам спасибо. У адмирала Серафима Евгеньевича Чурсина 22 награды СССР, из них 11 орденов. Он является почетным гражданином города-героя Севастополя. Его имя и его вклад в развитие Черноморского флота будут жить и дальше. Меня зовут Маргарита Матковская. Сегодня мы говорили о Серафиме Евгеньевиче Чурсине в Севастополе. О жизни других замечательных людей в нашем городе мы узнаем в следующих выпусках. Эта пятница не обойдется без подарков. Для наших любимых зрителей мы приготовили два пригласительных на спектакль «Алые паруса», который пройдет в Севастопольском театре юного зрителя 28 июля. Розыгрыш билетов будет проходить в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него с помощью QR-кода, который вы сейчас видите на экранах. А победителя выберет рандомайзер среди всех, кто ответит верно. Итак, вопрос. Как называется деревня, в которой живут юная Ассоль и ее отец? Ждем ваши ответы, верные ответы в нашем телеграм-канале и желаем удачи. Ну а далее с наступающим днем военно-морского флота любимый город поздравит его жители. Последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. С праздником, наши дорогие моряки! Желаю вам крепости духа, выдержки, оптимизма. Пусть ваша служба будет спокойной, а дом всегда ждет вашего возвращения. А что пожелают севастопольцы нашим военным? Давайте спросим у горожан. Уважаемые дорогие моряки, наши мужчины, поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Желаю вам попутного ветра, чтобы все было хорошо, здоровья, счастья и чтобы дома всегда кто-то ждал. Поздравляю наш флот, смелости им, сил, здоровье самое важное для них сейчас. Им большое спасибо, без них бы, наверное, не было в таком спокойствии и чистого неба, наверное. От всей души поздравляю всех военных с днем военно-морского флота, желаю им благополучия, удачи и пусть все для них и для нас хорошо закончится. Что бы хотели пожелать нашим морякам? Я бы хотела пожелать мирного неба над головой, счастья, здоровья, успехов во всех их делах, чтобы семьи их ждали, чтобы они надеялись, верили и то, что все были здоровы. Поздравляю всех моряков военно-морского флота города Севастополя с наступающим праздником. Крепкого здоровья им, их семьям и чтобы все было хорошо. Поздравляем с праздником, желаем крепкого здоровья, сил, успехов, победы. Поздравляю наших моряков с этим прекрасным днем, удачи, так сказать, чтобы все у них было хорошо, чтобы возвращались обратно домой живыми, здоровыми. Поздравляю всех моряков с днем военно-морского флота и желаю всем очень крепкого здоровья и служить нашему Отечеству. Поздравляю всех моряков, желаю мира, добра и мирного неба над головой. Желаю всем здоровья, крепкого, ну и что, всего самого им хорошего, нашим морякам. Моряки, корабли, это мне все знакомо, это наша, севастопольская. Утро пятницы на телеканале СТВ с вами встречались Сергей Зацепин и Катя Суздалева. Желаем вам хорошего дня и самых лучших выходных.